Танковый биатлон – это одно из самых зрелищных состязаний международных армейских игр. Преодоление противотанковых рвов, прицельная стрельба из нескольких видов орудий и эстафетная гонка. Участников турнира ждет немало испытаний. В 2013 году была стрельба с места, без фланговой стрельбы, так называемой, было количество мишеней, как в обыкновенном упражнении «Курсы стрельбы». Это тяжелая мишень, средняя мишень, вертолет, воздушная мишень и РПГ. Сегодня вы видите, что кругов стало больше, каждый круг 4 километра, 100 метров. Препятствий стало больше, раньше «Косогор» был один, теперь их два. В одном из трех полуфинальных заездов приняли участие команды из России, Сербии, Азербайджана и Киргизии. Как и в лыжном биатлоне, в этом соревновании есть и эстафета, и гонка, ну и, конечно же, стрельба. Только вместо легких винтовок в арсенале участников танковые орудия. Лыжи им заменяют гусеницы многотонных боевых машин. И все же эти соревнования вряд ли можно с чем-то сравнить. Где еще трибуны так сотрясаются от выстрелов. Сборная России – бессменный фаворит танкового биатлона. Вот и на этот раз на протяжении всей гонки лидировали российские танкисты. Наша сборная состоит из трех экипажей, в каждом из которых по три человека. Как во время, так и после заезда все внимание публики приковано к ним. Но до конца всех этапов соревнований интервью танкисты никому не дают. Говорят, плохая примета. Однако не только журналисты задавали вопросы представителям российской сборной. Самые любопытные зрители интересовались, как можно стать одним из них. К танкам я хорошо отношусь, и я бы хотел бы участвовать. В будущем. Да, в будущем хотел бы участвовать здесь, в танках. А какой у тебя танк «Рука»? Ну, это такой игрушечный танк, где он в войне участвовал и бросался ракетами. Мне нравится, как наша команда выступает. Нравится. Я здесь как бы впервые. Я сюда приехал с Ейска, города Ейска, чтобы посмотрели танковый биатлон. Вот смотрел по телевизору, и все время нравится, как стреляют там, поражают мишени. А я сейчас все вживую вижу. Еще интереснее. Сто тысяч раз. В ближайшие дни пройдут эстафеты для других участников. Это танкисты из Индии, Ирана, Китая, Венесуэлы, Армении, Казахстана, Белоруссии и Монголии. Завершатся международные армейские игры 12 августа. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово». Денис Харламов, телекомпания «Одинцово». Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».